Вирус спорту не помеха. Онлайн занятия и тренировки помогают ульеновцам поддерживать физическую активность на самоизоляции. Пустующие дворы – лучшее время для того, чтобы строить. Например, новые спортивные площадки. Выстилаем подстилающие слои, бетонируем, ждем, когда бетон просохнет, и застелим бесшовным резиновым покрытием. Адресный перечень для установки площадок формировался в соответствии с заявками, которые поступили депутатам от горожан. Спорткомплексы будут располагаться во дворах, что обеспечит максимальную доступность спорта для жителей. Детей у нас во дворе очень много, и мы очень рады, что город наш меняется. Он меняется в лучшую сторону. Он стал светлее, чище, уютнее. И самое важное, что он стал спортивнее. И поэтому деткам, естественно, очень хочется много играть. У нас тут замечательная хоккейная коробка, спортивные комплексы. Здесь будет с мягким покрытием спортивный комплекс, турники для игры в футбол, ворота, теннисная корзина. Строят площадки в рамках федерального проекта «Спорт. Норма жизни». Его основная цель – привлечь к систематическим занятиям спортом более половины жителей региона. По поручению Министерства спорта Российской Федерации, когда они обратились ко всем субъектам Российской Федерации, чтобы продолжать реализацию нашего национального проекта, федерального проекта «Спорт. Норма жизни», когда мы должны привлечь всех граждан к занятиям физкультуры и спорта, я думаю, что вот эти площадки как раз и будут той альтернативой, когда уже, знаете, даже те люди, которые не занимались спортом, они все равно вот на таких площадках будут проводить свое свободное время. Карантин рано или поздно закончится, а новые спортивные площадки во дворах станут отличным подарком ульяновцам к моменту выхода с режима самоизоляции.